Представители проекта Глобального экологического фонда ПРООН Минприроды «Зелёные города» с рабочим визитом посетили Полоцк и Новополоцк, где произвели съёмку и анализ туристических объектов с целью организации туристических веломаршрутов. В делегации была произведена оценка ранее проделанной работы. Если говорить про город Полоцк, то основные магистральные улицы ваши, это улица Октябрьская, улица Зыгина, Богдановича, на всех их были заменены контроллеры на светофорных объектов, были установлены новые, так называемые «умные» контроллеры. Что они нам позволили сделать? У них встроен модуль, который связывается по GPS-сигналу со спутником. И тем самым мы добились синхронизации. То есть у них нет связи с вашим супом, осудом, который расположен в Витебске, но с помощью спутниковой связи они между собой синхронизируются, координируются. И сейчас многие автомобилисты, наверное, уже увидели, что не надо на каждом светофоре останавливаться, а уже запущенно работает режим «Зелёная волна». В Полоцке усилиями представителей проекта «Зелёные города» совместно с городскими властями в одном из первых городов на территории СНГ вместо классических спящих полицейских установили так называемые подушки скорости или берлинские подушки. Они эффективно работают на снижении скорости легковых автомобилей. Общественный транспорт едет без остановок. Также в дорожную сеть внедрили мини-кольца на пересечениях улиц Гоголя и Скарины, Пушкиной и Коммунистической. Это кольца-кольцевые пересечения малого радиуса. Не так давно они вообще появились в нормативе, их нельзя было использовать в Беларуси. Сейчас их можно использовать, но именно вот такие, как у вас, таких нету нигде в Беларуси точно. Они накладные, легко монтируются и, в общем-то, они повышают безопасность на перекрёстках. Очень эффективное мероприятие – это устройство островков и полуостровков. Для чего это мы сделали? В первую очередь это увеличивает безопасность. То есть упорядочили в первую очередь парковку. Теперь парковаться возле пешеходных переходов просто физически будет невозможно. Тем самым мы увеличиваем безопасность. За последние годы проект Глобального экологического фонда «Проон Минприроды. Зелёные города» позволил палачанам усовершенствовать дорожную обстановку, реализовать такие направления, как разносторонний город, уютная среда, гармония с природой. Проект реализуется при поддержке и за средства Глобального экологического фонда. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.